77 сантиметров, весом 70 килограмм ровно, возраст 31 год, 10 боёв, 4 победы и 6 поражений. Из Черкеска Дмитрий Карабенников! Красного гулу ринга, боец, ростом 173 сантиметра, 70 килограмм, весом ровно, возраст 25 лет, призёр чемпионата России по боевому самбо, один бой, одна победа, из города Новороссийск, Арсен Раупов! Реферим я, Шута Шуген. Итак, третья встреча, весовая категория до 70 килограммов, третий четвертьфинал Дмитрий Карабенников против Арсена Раупова. Локтями не работаем, головой не работаем, колени в голову только в стойке, все действия по правилам, всё знаете. Арсен Раупов призёр чемпионата России по боевому самбо, как вы слышали. В его карьере пока что один только бой, и этот бой победный. Ну а Дмитрий Карабенников дерётся достаточно давно, с 2007 года. Начиналась его карьера с трёх побед подряд, но затем дела шли уже не так гладко. Бился он и на турнирах серии Fight Nights, и на турнирах M1, и на турнирах серии Legion Fight и Pro FC. Но вот в последних пяти своих поединках Дмитрий Карабенников неизменно терпел поражение. И причём, как правило, эти поражения были досрочными. В частности, четыре из них были досрочными. Последние три в первом раунде, и одно поражение во втором. Но вот сейчас активно начинает Карабенников. Опять же, прелесть этого турнира, того турнира, который мы сегодня с вами наблюдаем, в том, что здесь людей не трясёт от какой-то ответственности. Это не какой-то великий шанс в их жизни, это просто работа бойцов. И сейчас Карабенников великолепно попал в хайки к левой в голову соперника, но переходит сразу же Краупов в контратаку. Проводит тейкдаун, Карабенников пытается встать. И Дмитрий сейчас уже находится в атакующей позиции. Вот был там момент, когда на грани буквально балансировалось. Кто же окажется сильнее в той или иной ситуации? Кто же займёт атакующую позицию в партере? И сильнее буквально совсем на немного оказался Дмитрий Карабенников. Рычаг локтя пытается провести Раупов. Карабенников приподнимает его, бьёт. Она стил ринга, но продолжает. Вцепился в этот болевой Арсен Раупов. Вырывать сейчас надо руку Карабенникову. Ни в коем случае не оставаться в такой позиции. Очень это опасно. И пытаться встать. Закрывает гард Раупов. Пытается прикватывать он вновь руки Карабенникова. Пытается выйти Дмитрий с сайдмаунт. И захватывает соперника сзади. Вот как раз тот самый сайдмаунт. Или говоря, если терминология из русских боевых искусств, в частности самбо, то удержание сбоку. Именно в этой позиции находятся сейчас Карабенников. Бей, бей, бей! Пойдём, пойдём! Пойдём, пойдём! Отважись! Отважись! Никакого контроля практически со стороны Дмитрия не наблюдается. Позволял он сопернику, несмотря на то, что находился в атакующей позиции, крутиться под собой. И в итоге, конечно же, Арсен Раупов встал. Продолжается встреча в стойке. Но, пожалуй, самый бескомпромиссный, самый динамичный. Из всего того, что мы видели поединок, наблюдаем. Из того, что мы видели сегодня, конечно же. Пущены руки у Карабенникова. В общем-то, похожая стойка у Раупова. Забрасывает он на правый боковой. И пытается пройти сейчас в ноги Карабенников. Тейкдаун удачный. И сразу же обратите внимание, насколько сейчас грамотно действовал Карабенников в партере. Как только его противник, точнее, спина его коснулась канваса, сразу же он принял положение, атакующее сбоку от соперника, для того, чтобы не позволить тому закрыть гард. В любом случае, пытается сейчас оборонять Сараупов. Карабенников атакует. Все, вот так, спокойно. Правое колено вытаскиваю, правое колено вытаскиваю. Хорошо, молодца. Все, работай, снизу. Работай, бей просто снизу. Вот так, да. Бей, бей, он защищается просто. Да, да, да. Активно покажи снизу. Активно показывай снизу. Хорошо. Смотри, он скидет, скидет. И давай скидутся. Специально взял я небольшую паузу, чтобы была у нас с вами возможность послушать, что говорят тренеры Сараупова. Ну, выполняет он инструкции своего наставника. Показывает активность. В общем-то, и Дмитрий Карабенников работает, конечно же, здесь в атакующей позиции, но удары скорее беспокоящие. И такие же точно беспокоящие удары со стороны Арсена Раупова мы наблюдаем. Попытка ущемления Ахилла со стороны Карабенникова. Какая-то очень неподготовленная получилась эта попытка. И заканчивается первый раунд. Ну что же, Дмитрий Карабенников, ребята, которые и сами могут отправить соперника в нокаут, или засубмитить его, или могут пропустить также в любую секунду. Такой неуверенный джеб со стороны Раупова. Какой нокаут, вот это да! Левый хайкик, одиночный в голову. Вот как раз то, о чем я вам говорил, уважаемые телезрители. Просто, учитывая, что очень большие огрехи, очень большие пробелы и у того, и у другого, просто стояли друг напротив друга соперники. Одиночный левый хайкик и падает в глубокий нокаут Арсен Раупов. Но не такой уж и глубокий, видим абсолютно пустые глаза Арсена. Приводит его с секунданты в чувства. Да, но Дмитрий Карабенников. Ну, молодец, конечно. Поздравляем Дмитрия. Он настоящий воин, настоящий боец. После пяти поражений подряд продолжать выходить в ринг и выигрывать вот такими сумасшедшими ударами. Но это дорогого стоит. Блестящая победа в самом начале второго раунда. Но будет, безусловно, клип, который обычно собирают режиссеры. Самых красивых моментов по итогам каждого турнира. И туда, безусловно, войдет этот нокаут в исполнении Дмитрия Карабенникова. Ну, а Арсену Раупову огромную работу следует проделать по своей защите. Видим, что руки опущены. Здесь ничего сложного не было. Это, ну, азбука не просто смешанных единоборств. Это азбука любых единоборств, которые проходят с применением ударной техники. Нельзя пропускать такие удары. Средняя дистанция. Одиночный в голову. Ничего, чтобы скрыть этот выстрел, не делал Дмитрий Карабенников. И, тем не менее, закончилось дело нокаутом. Напомню вам, Арсен Раупов призер чемпионата России по боевому самбо. Итак, Дмитрий Карабенников, третий полуфиналист. Нокаутом победу одержал... ...это из серии. ...боец... ...дмитрий Карабенников! АПЛОДИСМЕНТЫ